Други мои, политбеседы. Опа, албазлатушки-перепрятушки. Полит беседа. Как самые догадливые из вас, наверное, уже поняли, речь сегодня пойдет про творчество одного из величайших мыслителей современности. У него есть благодарное паство, которое с наслаждением ловит каждый вздох своего кумира. Насладимся же и мы. Кстати, присылайте донат кушать. Сделаем кружок. Квадратик, кругуточек, шарик. Вот уже, можно сказать, луна. Американцы. Есть интернет. Полемик. Тихонари. Физики там. Математики. Инженеры. Гнилой щипальнино. И крутит людям мозги. Придурки. Придурки. Гуманитария. Говорят, жизнь. Седать технаре уеста. Базисная профессия. Гуманитария. Следак. Вот так. Вот так. В целом, можно работать. Ну вот, поговорим о лунной программе. Аполлон. И поскольку мы с вами придурки в данный момент, мы ничего о программе Аполлон говорить не будем. Разве папка не даст вам хорошей дыньки? Да всегда себе откажет, а детишек накормит. Получит в донате, какую-то дыньку принесет домой. Спокойно. Спокойно. И детишек угостит. И донатеры понимают, что на дело пошло. Преллюзия закончилась. Все это сопение, кряхтение и чавканье продолжается еще и усиливается на протяжении всего повествования. И это говорит нам о том, что Голковский на самом деле все делает правильно. Зрители шлют ему донаты. Это значит, что им нравится. Это значит, что Голковский точно вычислил желания своей целевой группы, а аудитория гармонично соответствует лектору. Лоха надо окучивать, пока тот теплый. Вполне возможно, что это нарочитое хамство на самом деле просто какой-то артистический прием для того, чтобы одурачить тех, кто ведется только на форму, не обращая внимания на содержание. И вполне возможно, что это даже сработало бы, если бы в научных целях я не был способен обратить внимание на это самое содержание, забыв про свою брезгливость. Давайте все-таки посмотрим на то, что хочет нам донести философ и писатель. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать еще одно замечание, какое я формулировал, наверное, уже неоднократно, но вот сделаю это еще раз. Анализируя лунофобские мифы, а как вы, наверное, понимаете, я их уже много насобирал, да? Я пришел к выводу о том, что конспирологи, кроме прочих своих удивительных способностей, они оказываются в принципе неспособными к вычленению какого-то главного тезиса и к обоснованию его достаточно убедительным образом. То есть им кажется, что они нашли какой-то один единственный фактор, одно единственное доказательство, из которого следует невозможность всей лунной программы США. У разных конспирологов это по-разному. Там у кого-то невозможные двигатели, потом мы смотрим внимательно на его доводы и оказывается, что этот человек нам врет. Вы видели такие доводы. У кого-то у другого это оказывается, что невозможно пролететь сквозь радиационные пояса Земли. Мы смотрим на его доводы и оказывается, что это не так. У кого-то там в принципе невозможно посадка на Луну, у кого-то земля плоская и так далее. То есть все это всегда основано либо на невежестве, либо на глупости, либо может быть даже на подлости. Да? И Голковский это в принципе упоминает где-то там по ходу своего повествования. Но он сам попался в точно такую же ловушку. А вот как он это сделал, мы сейчас узнаем. Краткое, но важное техническое замечание. Исходным материалом к этой заметке послужили две видеозаписи в блоге Метро. Политбеседа номер два и политбеседа номер четыре. Ссылки будут в описании этого видео, если вам охота это все посмотреть. Это два часовых видео, из которых мне пришлось очень жестко вырезать какие-то отдельные слова и некоторые фрагменты даже поменял местами, но не для того, чтобы исказить смысл великой мудрости. А для того, чтобы эту мудрость вообще можно было извлечь из этого поноса. То есть, кое-что я оставил. Повествование ведется близко к тексту, но не буквально повторяет исходный материал. Так что не считайте это специально какой-то внесенной искажающей корректурой. Это сделано для других целей. Опять же, ссылки на исходный материал вы всегда можете посмотреть и сравнить, если вам так охота потратить время. В общем, приступим. Значит, нужно вот в начале разговора первое установить, что как, и с этого уже не сходить. Были ли американцы на Луне? А что было до этого? Была программа Джемини, американская, на которой отрабатывали технологию пребывания, длительного пребывания людей в космосе. Летом 65-го года американцы вырулись вперед. Первый рекорд у них длительности. Восемь дней. А вы думаете, а что вот здесь находится? Все как полагается. А что? Дымкой сыт не будешь. Это так. Детям. Что у нас тут? Солененький. Ничего. Они лежат в креслах, одеты в скафанды. Практически не могут не встать. Ничего. Восемь дней. Туалета нет. Дигиены нет. А они, это же задокументировано все, есть фото и видео, и уходят из этой Джемини. Как будто и не летали. Ходят там, прыгают. А теперь давайте попробуем посчитать, сколько раз уважаемый мыслитель соврал вот в этой краткой подборке его высказываний про миссию Джемини 5, вот тот самый восьмидневный полет. Во-первых, начнем с того, что об эффектах влияния невесомости на человеческий организм было известно практически с самого начала космических полетов, еще вот тех самых суборбитальных прыжков. О том, что все это не очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную, на зрение, на кости и т.д. Все это было известно, все это изучалось, также изучались возможные меры противодействия этим негативным эффектам. Изучалось как в Америке, так и в СССР. Рекорд восемь дней получился вовсе не случайно, не как-то сам собой. К нему американцы шли, планомерно наращивая продолжительность полетов и изучая каждый раз то, как это все сказывается на человеческом организме, предполагая меры противодействия и т.д. То есть об этом всем написано в документации, в рапортах, все это можно почитать, но почему Галковский решил, что он выше этого, совершенно непонятно. Далее, что значит не могут встать восемь дней? Встать где? В невесомости, но в невесомости человек и не сидит, и не лежит, он на самом деле находится, висит в пространстве, в невесомости. Да, он может быть где-то там зафиксирован какими-то там застежками в ложементе своем, но не более того. То есть силы тяжести, которые бы вдавливало тело в кресло, нету. И вставать для того, чтобы размяться, смысла тоже никакого нет. Там работают совершенно другие эффекты. То есть кровь приливает к голове, отливает от ног и т.д. Вот с этим нужно бороться, а не с тем, что нужно встать и размяться. То есть там слишком тесно этот джемини на ограниченность внутреннего объема, которого усиленно намекает Голковский. Но я в цитату это не вставил, но фиг с ним. Он это говорит. Причем довольно забавно, путая кубические сантиметры просто с сантиметрами. В слишком тесном джемини можно было снять скафандр и заняться определенными упражнениями, даже гигиеной. О чем следующий пункт. Гигиены нет, туалета нет, говорит нам великий философ. Но на самом деле здесь он частично прав. Туалета и гигиены в том плане, что там какой-то унитаз, умывальник, душ, этого всего на борту джемини не было. Это правда. Но не правда в том, что гигиены не было вообще. На самом деле у астронавтов, причем даже до сих пор применяется эта практика, у них есть специальные дезинфицирующие влажные салфетки. Практически то же самое, как вот мы пользуемся во всяких ресторанах быстрого питания, для того чтобы продезинфицировать руки. Но здесь они умывались, там протирали руки, подмышки и все такое прочее. Плюс полотенце, которым они потом стирали всякие дезинфицирующие средства. А в качестве туалета использовались А. мочесборники и Б. пакеты для кала. Это тот самый туалетный вопрос, на который все время ловятся тупые конспирологи. Потому что они считают себя умнее всех и абсолютно не готовы к тому, чтобы прочитать о том, как это было устроено в действительности. Далее, уже четвертый пункт. Что такое, выходит из Gemini, как будто не летали, ходят, прыгают. Где они прыгают? Вот лично мне о Gemini 5, к сожалению, никакого такого конкретного видео найти не удалось, где была бы запечатлена проходка хотя бы астронавтов по палубе авианосца, который их принял. Есть фотографии. На этих фотографиях они улыбаются и вот так вот поднимают руку. Машут. Не вот так вот, а вот так вот. То есть рука тяжелая, очевидно. Но улыбаются, потому что это американская традиция улыбаться. То, что они спокойно ходят по палубе, никак вообще не подтверждает высказывания Голковского о том, что они прыгали. Где они прыгали? Покажи. Где это все? Это что за секречные данные, которые только ты видел? Не надо врать. Если что, приводнение Gemini 5 случилось 29 августа 1965 года. А первое выступление перед прессой очень короткое. Астронавты давали 2 сентября. Далеко не сразу после приводнения. Первая пресс-конференция астронавтов, на которой они уже отвечали на множество вопросов. Это все было достаточно длительным. Это было 9 сентября 1965 года. Вовсе не сразу после приводнения. Они ставят новый мировой рекорд. 14 дней. Gemini 7. 14 суток человек. Ну естественно вылезают, как будто не летали. Все замечательно. Нормально. И потом были на основании вот этого единственного полета. Были сделаны полеты Аполлона на Луну. Они все были поменьше 14 дней. 12 дней. 9. Поменьше. Аполлончик-то побольше размером. Там можно как-то развернуться. Gemini на 14 дней. На земле. Вот лежали бы 14 дней на земле в этих скафандрах. И все. Пролежнее. И все остальное. Не нельзя лежать на одном месте человеку. Даже в нормальных условиях. Любой врач скажет. Должен двигаться. Ну. Про сортирную тему наверное я повторяться не буду. А вот про упражнения и медицинские опыты уточню чуть-чуть дополнив. Gemini 7 это было продолжение серии экспериментов на выяснение того, как длительная невесомость действует на человеческий организм. И как бороться теми методами, которые были изобретены по результатам предыдущих полетов. То есть это не просто так взяли и полетели. Голковский этого не понимает. Он говорит про нормальные земные условия, в которых образуются пролежния. Ну естественно они образуются. Потому что сила тяжести в невесомости. Сила тяжести отсутствует. Там действуют совершенно другие факторы на человеческое тело. Перераспределение жидкости и так далее. Это есть да. Вот. Застой крови и так далее. И в невесомости есть еще крайне неприятный эффект. Например, испарение выделения человеческого тела, кожные выделения, никуда не деваются, если их не удалять принудительно. То есть все это скапливается, всякие опрелости возникают и так далее. Именно поэтому астронавты обтираются салфетками, чтобы активно, механически удалять всю эту дрянь. И, несмотря на это, конечно, когда капсулы вот этих кораблей открываются, там должен быть весьма специфичный аромат внутри. Вот. Но у астронавтов Gemini 7 была возможность снимать с кафандры. Они ее пользовались, как раз в том числе и для гигиенических целей. Вот. А первый полет Аполлона, они, конечно, использовали этот опыт. И первый полет Аполлона в октябре 68-го года, пилотируемый, это был Аполлон-7. Экипаж из трех человек, штатный состав, в командно-служебном модуле болтался на околоземной орбите 11 дней, изучая поведение нового корабля и продолжая все те же самые медицинские опыты, в том числе изучая эффективность нового тренажера. Следующий полет это Аполлон-8, уже к Луне. Очень рискованная затея, но, тем не менее, отработка выхода на орбиту, возвращение. Продолжительность экспедиции менее семи суток. Следующий полет это Аполлон-9. Опять около Земли. В течение десяти суток отрабатывали, как ведет себя связка из командно-служебного модуля и лунного корабля. Аполлон-10. Все та же самая связка. Другой экземпляр. Летит к Луне. Стыковка-растыковка, снижение и т.д. И последний испытательный полет из этой серии. Аполлон-11 с успешной высадкой на поверхность Луны. Ура! У русских в это время больше пяти дней никто не летал. Уже после того, как американцы слетали на Луну, руководство Советской космической программы и решило резко звинтить темп. И с пяти дней перешли на восемнадцать. Ребята летали. Но где летали? Они летали на новом корабле «Союз», который состоял из двух капсул. Каждому приходилось больше трех кубометров. Прилетели ребята. После восемнадцати дней. Приземлились. Все нормально, штатно. А подняться не могут. Командир. Лежит синий. Андреан Николаев. Два инфаркта. Ну, один прям сразу. Севастьянов оклемался. В самолете ползал на четвереньках. Супермен. И разгадка, скорее всего, как раз именно в том, что руководство решило резко звинтить темп. Тогда как американцы постепенно наращивали продолжительность полетов, каждый раз внимательно исследуя, к каким последствиям это приводит, в СССР решили побить рекорд. Ну и Николаев с Севастьяновым за это заплатили. К счастью, как бы обошлось без фатальных жертв. Но могло бы быть и хуже. Об этом я уже рассказывал. Заметки про зеленых и пупырчатых. Далее. Командир лежит синий. Откуда Голковский берет такие подробности про цвет Николаева, я, честно говоря, не знаю. Ни в одном из известных мне источников таких же в описании не приводится. Так что, скорее всего, Голковский это придумал, чтобы прикольно выглядеть в глазах своих поклонников. Так же, как он придумал инфаркт, который Николаев получил прям тут же. Нет, такого не было. Да, в течение года получил два инфаркта, и это правда. Это есть в открытых источниках и в нескольких. Но чтобы вот прям сразу, такого не было. Голковский врет. Так же, как он врет про Севастьянова, ползающего на четвереньках по самолету. То есть, самый близкий источник, самый, как бы, свидетель, который точно все это видел от начала до конца, это Каманин. В дневниках Каманина никаких четверенек нет. Ну, в контексте Севастьянова. Зато они есть в другом источнике, о котором я чуть попозже расскажу. Состояние невесомости сначала очень плохо. Адаптация. А за это время у него мышцы со страшной силой начинают атрофироваться. И в том числе и мышцы сердечные. И кальция из костей вымываться. А потом ему вроде так хорошо в невесомости. Он уже привык. А когда на землю спускается до восьми же. А там просто сердечный клапан и все. Этой информации в 70-м году не знали. И в 65-м не знали. В невесомости сначала очень плохо, говорит нам Голковский. Но отчасти он прав. У некоторых космонавтов действительно есть такой эффект. А у других его нет. Мышцы, говорит, начинают атрофироваться. Ну да, но не со страшной силой. Этот процесс, во-первых, постепенно развивается. Во-вторых, за 14 дней атрофия, ну, маловероятно. Может быть. Может быть, я не спорю. Может быть, ее можно как-то замерить, обнаружить. Но вот прям, чтобы она совсем такая атрофия, этого не будет. Напомню также, что и у Джемини, и у Аполлонов на борту были силовые тренажеры. Кальций из костей вымывается? Да, вымывается. И азот, кстати, еще из ткани выходит. Ну, нарушается азотный баланс. Там белки разрушаются, что-то такое происходит. Не очень хорошее. Действительно, это происходит. И американцам это было хорошо известно еще до полета Джемини 5. Того, восьмидневного. Перегрузки до 8G рвут сердечный клапан. Это, конечно, очень впечатляет хомячков. Проблема в том, что в обсуждаемых полетах перегрузок 8G не было. А сердечный клапан – это не мышечный орган. Это такая перепонка, состоящая в основном из соединительной ткани. И атрофироваться от невесомости. Ну, не знаю. Может быть, она атрофируется за годы невесомости. Черт его знает. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но за 14 дней с этой соединительной тканью ничего не произойдет. Тем более, с чего бы ей рваться. Ну, и наконец, что вот в 65-м году не знали, в 70-м не знали. Допустим. Может быть. Может быть. Но как так вышло, что американцы, которые ничего про это не знали, были готовы уже в Gemini 4, Gemini 5, Gemini 7 изучать именно эти эффекты? Откуда они могли узнать, куда надо смотреть и что искать, если они ничего про это не знали? Как господин Голковский объяснит такой загадочный эффект? Кинотеатр Ташкент уже две недели на ремонт закрыт. А Голковский говорит, что он туда ходил. Интересно. Интересно. Рассказывайте нам еще, господин Голковский. Продолжайте. Все. Все. Все, ребята. Все. Космическая программа американцев закончилась для серьезного исследования в декабре 1965 года. Ребята, как огурчики, давали тут же интервью, автографы, фотографии, видеосъемки. Пляж. В Gemini в гробу лежали. Указали в подгузнике там все. И спрашивают, а что ели? Они говорят, гамбургеры. Может быть, я ошибаюсь. Ребята. Может быть. Ну, объясните, в чем и как. Я готов выслушать любые, так сказать, что скрыли секретная программа там все. Ну, скажите про это. Может быть, и так. Ну, нет такой информации. Серьезное исследование, говоришь? Ну, возможно, возможно. А как так получилось, господин Голковский, что вы ничего не исследовали, а удовлетворились чтением одного единственного источника? Ну, я делаю такой вывод по тому, что вы несете. Ну, ладно. В лучшем случае двух источников. Может быть, вы еще что-то где-то в Википедии прочитали, но, скорее всего, нет. Потому что, если бы заглянули хотя бы в Википедию, вы бы знали, что вы врете насчет того, что астронавты пели и плясали. Ну, вернее, вы не говорите, что они пели. Хорошо. Плясали, как огурчики. И раздавали интервью и автографы. Они их раздавали, но вовсе не в день возвращения. Gemini 7 приводнился 18 декабря 1965 года. 18 декабря, да? А присуху они давали 3 января 1966. После того, как астронавты прошли период реабилитации. Он продолжался около недели. Я об этом рассказывал в своей... Ну, вы не знаете, а я знаю. Я рассказывал об этом в заметке про зеленые пупорчатые. Врете? Пан Философ. Зачем? Интересно. Ну, ваше паства хавает. Шлет вам донатики, так что вполне понятно. Они слышат то, что хотят слышать. А вы их кормите тем, что они так страстно желают. Это объяснимо. И, кстати, насчет еды. Вы говорите, что там их спрашивают. Кто их спрашивает? Что ели? Они отвечают, мол, гамбургеры. Кто отвечает? Совершенно непонятно. Потому что, на самом деле, один единственный бутерброд, который официально попал в программу Gemini. А, вернее как, неофициально попал в программу Gemini. Это был тот самый сэндвич, который нелегально протащил на борт Джон Янг в миссии Gemini 3. Не 5, не 7. 3. Эта миссия продолжалась всего около 5 часов. И вот в обход регламента Янг протащил этот бутер на глазах у изумленного командира миссии Гасса Грисом. И его начал жрать. Угостил Гасса. И тут оказалось, что от этого бутерброда разлетает все стороны крошки, грозя попасть внутрь электроники бортовой. Было принято решение самими астронавтами этот смелый эксперимент прекратить. Потому что дело могло кончиться проблемами. И на самом деле оно и кончилось. Но проблемы начались на Земле. Был скандал сначала в НАСА. Потом все это докатилось до Конгресса. В Конгрессе США обсуждали бутерброд. Джону Янгу сделали втык. Но он остался в отряде астронавтов. Еще несколько раз летал в космос. В том числе в составе экипажа. Аполлон-16 сел на Луну. И потом пилотировал шаттл. То есть мужик был... Пусть здоров какой мужик. Умер в 2018. Вот недавно. А сама собственно космическая еда на борту Джемини она была совсем не бутерброды. Это были кусочки определенных блюд. Меню составлялось с расчетом того, чтобы при прохождении через желудочно-кишечный тракт оставалось бы как можно меньше твердых отходов. Так, на всякий случай. Несмотря на то, что Голковский уверен, что астронавты сидели в подгузниках. Да? Никакой подгузник даже в таком режиме не сдержит отходы взрослого мужика в течение двух недель. Думать-то надо головой. Иногда пан-философ. Вот эти вот кусочки были приготовлены на земле, высушивались, упаковывались в специальное желатиновое покрытие, покрывались, чтобы крошки как раз не разлетались. На борту Джеймине был источник воды, свой бортовой. Там какая-то система рециркуляции типа из этих, из стопливных ячеек. Там водородно-кислородные ячейки, соответственно, на выходе у него пар воды. Он охлаждается, получается жидкая вода. Вот этой водой они себе еду ожижали, потом ели. Минус этой системы в том, что вода холодная, даже не теплая. Вот. Вот такая там система питания была на борту Джеймине. На Аполлунах сделали чуть погуманнее. Там был источник еще и теплой воды. Так что лунные астронавты кушали чуть-чуть вкуснее пищу. Но все равно не бутерброды. Первый бутерброд, насколько я знаю, полетел как раз на шаттлах, где-то в 80-каком-то году. До этого никаких бутербродов не было. А сейчас астронавты на борту МКС кушают. Иногда можно это назвать бутербродами, а они типа шаурмы такой делают. Закрытые, чтобы ничего не разлеталось. Вот. Серьезное исследование. Ага. Кинотеатр Ташкента две недели как на ремонт закрыт, а Голгофский туда ходит каждый день. Хм. Хм. А это маленькие, вонючки, американские. Никогда не надо растекаться мыслью под реву. Так что, ну, в каком положении были американцы? У них не было никакой космической программы. Ну, не было. Космической программы сначала вообще никакой. А потом не было программы запуска человека в космос. У американцев была программа Меркурий. Первая космическая программа по доставке астронавтов на околоземную орбиту. Ну, вот как вот ударило в апреле 61-го года. И на коленке надо было делать. А что они могли делать? Это 10 лет нужно технологии, чтобы повторить, что там сделали. Для любой страны, неважно какого уровня развития. А потом еще 10 лет догонять. Ну, так оно и получилось. Она была... Последний полет был в мае 63-го года. Судя по всему, программа была настоящая. С некоторыми нюансами, которые мы опускаем. Они были. Они 10 лет пыжились там, что-то сделали. Но в целом, да, летали. Путаются в показаниях. Там докажут на 5%. То есть здесь на 15%, там на 44% изменят позицию и зайдет придурки. Присылайте, конечно, донатик. Так к чему было это глумливое похохатывание над технарями, которых, мол, любой гуманитарий уест? Если сам гуманитарий Голковский не пользуется одним из главных достижений гуманитарных же наук под названием источника ведения. Ведь если следаки, базовая профессия, в самом деле так работают, то состояние дел в российском правосудии перестает быть удивительным. По ходу дела Голковский также приписывает тем, кто там, в Хьюстоне, некое изменение позиций, некие неполные доказательства. Тут на процент, там на процент. Что характерно, никаких примеров он не приводит. И, естественно, позиция NASA по лунной программе США никогда не менялась. Она дополнялась какими-то, может быть, новыми фактами, там, в снимке ЛРО, да? Либо вновь найденными, считавшимися, потерянными какими-то фактами. Постоянно вот пополняется база исследований по тому же самому лунному грунту. Она не то чтобы бурна, но с года в год там все новые и новые какие-то фактики прибавляются. То есть, чего-то такого, что меняло позицию NASA по поводу лунной программы США, такого что-то я и не припомню. Голковский, пример, как я уже сказал, не приводит. Так что остается только гадать, что он имеет в виду. Скорее всего, он какого-то противника придумал. И доблестно с ним сражается. И, соответственно, хочет за это донат. Ну так вот, Голковский просит объяснить, в чем он неправ и как он неправ. А я сейчас это сделаю. Но пока я как бы вас подвожу к этому, я хочу еще дополнить про Меркурий. Голковский считает, что для американцев в апреле 61-го года случился большой сюрприз. Что, мол, как гром с ясного неба, да? И тогда они начали суетиться. И тогда у них появилась космическая программа, планы по полету человека в космос и так далее. Ну, допустим, почему нет? Может быть. Правда, насколько я знаю, первые полеты капсул Меркури, они случились как-то до 60-го года. И вот тут возникает еще один забавный нюанс. Те, кто в теме, наверное, узнают вот эту обложку. Те, кто не в теме, или если кто не узнал, сейчас узнают, что это за книга. Владимир Исаакович Левантовский. Книга называется «Ракетой к Луне». Видно, да? Видно. Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1960 год. Вот книжка научно-популярная, рассказывает про ракетное движение, про космическую механику, про небесную механику, про всякие там траектории, эфигатории и прочее. Как летает Луна, как долететь до Луны, в том числе и путешествия по Солнечной системе, и даже там смелые предположения насчет звездолетов делаются. В том числе упоминаются проекты кораблей, как фантастические, так и реальные. Упоминается физика Луны, там, вскользь. Что было тогда известно в 60-х годах? Книга сдана в набор 18-го числа 9-го месяца 59-го года. Соответственно, писалась она явно до, да? Может быть, какие-то правки еще были в 60-м году внесены прямо перед самим изданием, но тем не менее. 60-й год, то есть это не 60-е, это не 70-е. Такие предположения нарушают пространственный временной континуум, и делать мы их не будем. Книга написана в середине, в конце 50-х годов, и в нее попало тогдашнее состояние науки и техники. В том числе в эту книгу попал... Видно? Проект Меркурий. Здесь он назван проект, но мы знаем его как программа. Здесь описывается, что это за корабль. Астронавт, двигатели, как она летит, чем стабилизируется, какая ракета запускается, бериллиевые плиты, тормозные, ля-ля-ля. То есть в 60-х, в конце 50-х годов в СССР, в научно-популярной литературе, это не специальное какое-то издание, не секретное. Это для граждан Советского Союза. Бери, читай, просвещайся. Тогда уже рассказывалось про американскую космическую программу, которой, по мнению Голковского, не было. То есть то ли она была, то ли не было, но Голковский, видимо, так и не понял, что он хочет этим утвердить. Ну, а может быть и понял, но... Как в советскую книжку, издание 60-го года, попало то, что, по мнению Голковского, являлось громом с ясного неба для американцев? Я напоминаю, 60-й, до полета Гагарина еще целый год. А разгадка проста. Всех этих парадоксов, всей этой чуши, всей этой дерьмище, которым кормит свою паству господин Голковский. Все это объясняется очень просто. Дело в том, что этот величайший мыслитель, философ и публицист, и писатель, и так далее, и тому подобное, вот еще ютубер теперь, да? На самом деле он просто такой же рядовой лунофоб, как и большинство подобных ему. Просто он чуть-чуть повыше рангом, и все. На самом деле он точно такой же тупой верун, как и они все. Священный нелитаизм. А сведения, которые он черпает, почему он их не проверял? А потому что они, при проверке, будут болезненно царапать его верочку, его религиозную уверенность в собственной правоте и непогрешимости. Потому что индоктринацию он прошел при помощи чтения... Кого бы вы думали? Кто у нас там написал про Севастьянова ползающего на четвереньках? Как вы думаете, Каманин? Нет, не Каманин. Кто бы это такой мог быть? Хм. Начинается на По, а заканчивается на Пов. Да, тот самый. Голковский обчитался Попова. И уверовал. И все. И больше никуда он уже, наверное, не заглядывал. У меня такое ощущение, что он даже в Википедию не смотрел. В общем, если до того, как я начал ковыряться в этом чавканье и чмоканье, и не хватает только пердежа, честное слово. Я думаю, он уже в следующих выпусках у него появится такой артистический элемент. До того, как я начал в этом всем копаться. Я фамилию Голковский слышал только косвенно, где-то в каких-то упоминаниях. Кто это такой, мне это было совершенно неинтересно. А сейчас мне ясно, кто это такой, что он делает и как он это делает, стало абсолютно понятно. Но по-прежнему мне это неинтересно. И я не знаю, буду ли я делать еще один выпуск про этого товарища, господина, или как его назвать, джентльмена. Потому что здесь, в этом фильме, я проскипал значительную часть его антисоветчины. Я практически не коснулся второй части следующего выпуска политбеседы на всю ту же самую лунную тему. Где он очень густым слоем обтирает еще и советскую космическую программу. Отдельные ее элементы. Этого я не касался и касаться пока что не хочу. И, наверное, не буду. Еще забавный момент, что Голковский говорит, что сейчас они еще раз полетят, расставят там приборчики, наследят следами и скажут, что вот это доказательство. То есть Голковский сочиняет нефальсифицируемую теорию. Получается, что ее проверить нельзя будет по-голковскому. Хотя, на самом деле, артефакты, простоявшие на луне полвека, отличить от артефактов, которые попали туда недавно, будет очень легко. Как? Это вы сами подумаете. Но отличить их можно. В общем, на этом подводим черту. Говорим пока-пока. До следующих встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте и все такое. Можете к Голковскому подкинуть. Пока.